Проект «Скарбонка белорусских казок» Могилевского областного театра «Лялик» займел протяг. В селетнем сезоне режиссер Игорь Казаков ставит три белорусскомовные казки. Усе творы сучасных аутеров и вядома на актуальные темы. Зразумелая навыд самым маленьким. Усе подребязности у моего коллеги Кристины Каранкевич. Герои нового спектаклю «Прыгоды Кабаси и Бакаси» по твору Ягора Конева Пакуль готовы на полову. Однако уже выглядят симпатично. Это будет первый спектакль в триптиху белорусскомовных казок. Легче воспринимать это все, когда наше общение строится посредством художественного языка. То есть и форма воздействует, и музыка, и характеры персонажей, и то, как они этот текст произносят, то, как они говорят. Мова в образов больше зрозумелая детям, тому персонажи колоритные. Крыху обояковы до життя заяц, хитрая леса, горызливая ворона – усе, як у житти. Какая ваша ворона? Хитрая, на все готовая, любит обманывать. Ну, как ворона, питается на помойках, живет на кладбище. Дорослые проблемы поднимаются и на указках, и у наших так само. Кому доверять, на что можно различить, на что нельзя различить ни в коем разе. Для многих малых спектакль будет первой встречой с родной мовой, навык с правдной пригодой. Незарма у постановцы шмат пригожих слов, яке мы мало уживаем у звычайном житти. Проект имел на увазе створить миновито репертуар спектаклей народной мове, как дети с моленства отшували, я ее пригожусь. Первый спектакль из репертуара белорусскомолных казах глядачи могут побачить уже напроконцы костричника. У театра или Алекс подяются, что проект с карбонка белорусских казах придется до сподобы и малым, и их батькам. Кристина Каранкевич, Витальй Алексеенко, Александр Артемьев, Новины региона.